Если бы ты, например, взял и человек захотел бы научиться гротта и ты ему говоришь Я бы познакомил первонаперво с одной из базовых техник нанесения этого материала Её называют по-разному Техника торцевания, техника грота Дамаската ещё называют Дамаската я слышал как-то Возможно А как ты ещё называл её? Дамаската Дамаската я уже не вспомнил Это что-то итальянское Что оно означает И что ты делаешь? Ты ему показываешь Берёшь какой-то материал Не обязательно это будет гротта Ну в этом случае это, конечно, гротта будет Вот ты тоже опять можешь брать и другой Любой материал То есть тот, который чуть небольшого зёрнышка Ты имеешь в виду только технику Ты не имеешь в виду только материал Но этого эффекта ведь можно добиться Разной техникой и разными инструментами О, и разными материалами Разными материалами Вот этого и начни Но сначала нужно показать Человеку основу Для того, чтобы он уже танцевал В сторону других материалов В сторону других инструментов Значит, что нужно сказать? Мастер-класс направлен на то, чтобы Вы смогли добиться этого эффекта на стене Используя такие Ты мне говори Да, ты мне так, будь тебе легче Ты мне рассказывай, а я там буду суфлиру Используя базовые материалы, базовые инструменты Вот мы научимся на этом мастер-классе И наносить вот этот вот эффект Для этого нам потребуется Такой-такой инструмент И на выбор можно взять такой-такой материал В зависимости от материала Может изменяться немного эффект То есть можно его коллировать, правильно? Совершенно верно Можно коллировать Можно носить губкой Можно носить торцевой Придавать ему глянец Оставлять его матом Делать их сатиновым Это вот полуматовый По-моему, очень удачный такой Я так понимаю, что это валиком закатано, да? Или трансом? Да Нет, нет Сама модельная мастер Нет Это техника Это техника двухслой Двухслойное нанесение Первый слой нанесем вот таким вот инструментом Только побольше у меня Это ойкос, да? Кладилкой Нанесем в зерно Пока там малка не начинает трещать Вот Все нанесен Оставлен Высох Следующий слой Наносится торцеванием Такая техника Берется емкость с материалом Рядом крышка Или кусок гипсокартона На нее накладывается Это если в объеме Здесь можно делать Прямо набирать шпателем На малку Наляпали, наляпали Эти хлопья висят прямо на ней Слишком жидким тоже не стоит разбавлять Надо такая средней густоты и масса Я делал вот эту вот вещь прямо Вот густоты какая она в ведре была Масса Так и делал Но это ты грота делал? Это грота, да Это грота торговой марки Вольф Наносится эта вот вещь Она на хлопьями висит Она наносится Наторцовывается Конечно на горизонтальном полегче это делать Наторцевали, наторцевали Главное следить за равномерным нанесением Это можно делать опять же вот такой вот Широкой кистью маклоевицей Некоторые даже удобно Удобнее считают что этот инструмент более удобный Но от этого будет зависеть и рисунок Можно даже наносить его губкой Ну там уже как один технолог из Львова сказал яйца Расплывчатый узор получается Не такой как здесь Здесь все таки он интереснее гораздо Здесь рваные вот эти вот края Ну лично мне этот эффект больше нравится Возможно кому то больше будет другой эффект Хорошо Вот далее Это наторцевали, наторцевали Оно колючая там равномерно приблизительно Стенка у нас получается Можно начинать сразу приглаживать этот материал Пригладили Сформировали там вот этот вот уже практически рисунок Который он есть Единственное что он у вас будет мокрым И зерно это будет очень сильно читаться Мы его оставляем минут на десять Чтобы оно либо там стенка примет влагу Либо подсохнет немножко И дальше ее нужно приглаживать Ну приглаживал я уже не этим инструментом А есть у меня пластиковый Да Я не знаю Вот такой вот А чем отличает Почему Чтобы оно не чернело Да Чернит безбожно Особенно на светлых таких тонах Грот почему то очень сильно чернит Кварц наверное Ну да Кварц твердый Достаточно Материал Поэтому он Кстати ты в курсе Вот и колмский не чернит Совершенно да Да Он получается Мраморная Надо будет пробовать Смысл в чем Загладить Загладить верхний слой Чтобы он имел Какое то подобие шлифованного Мрамора Не полированного Не мрамора Грубо говоря Канги Не будем называть это мрамором Вот Такими вот Как вы говорите Бреющими движениями Да Формируете Все вот эти вот движения Вы делаете там Особенно Пока он мокрый Еще первый слой Когда вы приглаживаете Этот ежик Делаете его Разно направленными Не делайте длинных движений Потому что будете иметь Такой рисунок на стене Слушай Тимур А если мы возьмем Вот так Круговыми движениями Можно Да Да Абсолютно Да конечно Можно и так делать На самом деле Вот в этом вот Образце Я делал круговыми движениями Эту вещь Есть еще одна Особенность Вот этого материала Когда Когда В массе Много Пигмента Он Может немного Пятнить С белым Вообще Шикарно Все Но только Чуть-чуть Добавляете Пигменты Даже Вот Кстати Интересно Я почему-то Думал Что вот Пластиковые Я больше применяю По лазурям Понял А вот То что ты заглаживаешь Пластиковым Это даже для меня Новость Видите ребята Живи Вечу Это пластик не такой Как Вот Миллиметровая Там Прямо на малке Будет написано Один миллиметр Здесь просто Артиков 817 Ну то есть Это Тройка Да Можно Точно Не скажу Есть Миллиметровая Которая Пользуемся Для лазури Затирки А есть Двух с половиной Может быть До трех Миллиметров Которые пользуются Для затирки Паван делает Огромную массу Инструменты Я как-то зашел на их сайт Итальянский Ничего там конечно не понял Потому что А там есть Кстати там есть Значок Который можно переводить в русский Да Может я не внимательно гляну Я больше смотрел на картинки Инструмента просто На тысячи рук Вот Хватит всем Итак загладили Да Пригладили Далее там Ну Можно его конечно не насиловать Так Прям Чтоб сразу Добиваться Ваша задача просто Выровнять верхние края Да Сделать площадки Да Чтобы они были Ровные Ровные рисунки Более-менее равномерные Не зализаны Ни где там Ни больше ни меньше Совершенно верно Если вы там где-то не загладите То у вас получится Не знаю Передает ли Камера Эффект Вот чуть-чуть 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 Не гладкой поверхности Что ли Шершавый Ну да Выветренный Да Известняк Или тронентин Понятно Ну опять Вся суть будет В равномерности Если этот эффект Будет равномерно По стене То это будет смотреться Органично Живо Живо Да Если у вас будет здесь Кусок Такое Здесь Такой Или пол стены Грубо говоря Придет за вас Ваш сосед Доделает стену Она будет разная Это уже может вызвать вопросы Да Вот еще Акцент на то Что должна быть одна рука Да Должна быть Если начали стену Доделайте ее Мало того Я считаю Что должно быть одно настроение На каждую стенку Поэтому Вы завтра придете И уже не так у вас получится То есть Желательно Чтобы стенку На одну стенку сделали А на следующий день другую стенку Да Эта техника позволяет В день сделать 30 квадратов Легко Не напрягаясь Имеется ввиду Последний вот слой Вот стена У вас первый слой готова Зерно натянута Вчера там Просохла Или же там Если вы торопитесь Можете с утра сделать Оставить ее на несколько часов Главное Не скрывайте потом лаком Не нужно лишних этих вот вещей Ну и все Собственно Мы ее загладили Остается она там У вас высыхать Оставляете ее Следующий ваш шаг Это Это Грунтовка Советуют Разводить Д-102 лак Вот Технолог С Эльфа Да От производителя Элит Экор Он Советовал Разводить Д-102 лак Раза в два Водой И проходим валиком Тогда Следующий слой Укрываем Чем нам нужно Или прозрачным Лаком Или какой-то Лазурью Варниш В том случае Для того чтобы Мы готовим Подложку Будем считать это Подложкой для Финиша Мы ее Выравниваем Подпитываем Да Чтобы не полосовал Особенно это касается Хамелеонов Таких как Азур Делаем Вот такой вот продукт Спешел Азур Вот он дает Синий перелив Синий слой Да Но очень капризный Материал Если вы его положите Прямо на грот Закатайте валиком Вы будете Можете наблюдать Полосы Поэтому Подготовьте всегда Лучше всего грунтом Или же как вот советуют Лаком Лаком Дестофторым Допустим Разведенным Вдвое водой Все Выровняли подложку Высохло оно Берете там Любой удобный инструмент Глубку, валик, кисть Чем угодно В этом случае Можно длинно Варсистый валик Взять Закатать Опять же Если у вас не устраивает Консистенция продукта По какой-то причине Он вам кажется густым Разбавьте его Разбавьте его Либо лаком Дестофторым Либо если это Воск А лаком Показываем Да, конечно Вот у нас акриловый лак Дестофторой Напив матовый Водорощенный Вот ним покрыта Конкретно эта Досточка Можно покрывать Матовым Дестофятым Или же глянцевым Дестофятый В двух Идет Обязательно Водный барьер Или промежуточный Слой Грунтовочный Как лак служит Именно барьер Да, барьер Все правильно Ну и на нем Хорошо Разглаживать Если где-то Стенка большая И может быть где-то не успели То на лаке Оно не так быстро Схватится к стенке И пигменты Не останутся у вас Не возьмет стенка пигменты Поэтому лака Или грунтовка Обязательно Вы ее Выравниваете По впитываемости Для того Чтобы Потом удобнее было Лиссировать Эту поверхность Вымывание Технику Применять Если вам нужны Неоднородность По цвету Эффект Эффект Составившейся Неравномерной Стены Где-то там Обветрившейся Вот Это очень хорошо Вот это Покрытие В принципе Оно уже Так Оно и останется Оно У нас будет Базовое Довольно Удачный Образец Но можно было бы с ним Работать и дальше Берем Тот же Спешл Вакс Тот же Азур Тот же Я знаю Что еще Нужно Очень Я так понимаю Тему Что ты больше По эльфам Нельзя сказать У меня Как бы Предпочтений нет По производителю Не Ну вот Судя из того Я например Хотя я с эльфом работал У меня таких Познаний Так случилось Что Мы сейчас Оформляем Грот Я делаю образцы Для грота Они просто сейчас Попались под руку Если бы речь Зашла Об антике Сеньоре Я бы работал сейчас Например Шифоном Я бы рассказал Вам о нем Все что вас интересует Тоже очень Хороший материал И очень Его мастера хвалят Поэтому пускай Да Следят за новостями И будет вам счастье Да